Здравствуйте! У меня есть сын Тимур, у которого с трех возраста был обнаружен аутизм. Недавно мы начали лечение в церкви Давида БР. Мы прошли три сеанса. Хочу рассказать о подтверждениях Тимура за последнее время и о том, что изменилось в жизни нашей семьи. Тимур стал немного больше понимать, у него повысилась сообразительность. Тимур стал немного больше слушаться, стал чаще выходить на контакт и почаще играть в игрушки, а не с разными временами. В школе Тимур стал есть пищу с большим желанием, больше по количеству. Дома он ест из фруктов почти только одни бананы. Но теперь в школе он стал кушать побольше других фруктов, еще и яблоки. Апельсин пока только посадят как дома, так и в школе. Дома стал почаще есть пищу сам. Тимур стал больше разных всевозможных звуков. Апа, баба, папа. Он ходит на занятия по функциональной терапии. И теперь заметил увеличение, произношение звуков и, возможно, напевание, иногда напеваемой терапевтом детской песенки. Тимур стал надавить варежки на руках. А то у нас зимой бывает часто холодно. У нас, как у родителей Тимура, повысилась вера в него в выздоровление до аутизма. У Тимура есть старшая сестра Лаура. У нее получилось недавно создать установку о том, что выздоровление Тимура возможно. Раньше мы сильно не верили в Тимурное выздоровление, хотя и предпринимали массу всевозможных способов откорректировать или исправить его поведение и развитие. У нас была надежда на то, что, может быть, когда-нибудь в жизни Тимура что-нибудь улучшится. И он попытается развиваться и может с годами когда-нибудь выздороветь. Однако наша надежда подрывала неверие дочери и частые фразы людей вокруг о том, что аутизм неизлечим, что это на всю жизнь, что предаться богинам, что если ее воспиталось, то надежда и вера есть смысл отложить. В совершении хочу сказать спасибо Давиду за ту большую помощь, которую он оказывается своими сеансами. Мы будем продолжать сеансы и надеемся, что в следующий раз будет чудесный поворот в развитии и в жизни Тимура.